Все твои друзья играют в GTA 5 и другие крутые игры, а у тебя на них не хватает денег? Тогда скорее заходи в мой магазин и покупай самые крутые игрушки реально за копейки. Ссылочка в описании. Всем привет, ребята, с вами Механик, сегодня у нас Forza Horizon 3. И как вы уже поняли, я нашел машину для сегодняшней серии, я пролистывал вот этот список и увидел здесь просто вот этот потрясающий Escalade. Я думал пойти поискать его на аукционе, но не буду этого делать. Я возьму здесь прямо нулевый Cadillac, нулевый Cadillac Escalade, офигительный, здоровый, мощный. Я не знаю, что в нем такого классного, почему он нравится многим, но мне он нравится именно из-за своей харизмы. Это огромная, просто здоровейнейшая тачка, которая может исполнять абсолютно любые функции. Я, наверное, возьму вот в таком варианте. Или что это такое? Загрузить назад. Я хочу просто взять Escalade. Я хочу сделать его по-своему. Мне не нужны вот эти, как бы, варианты. Я просто хочу взять Escalade. Дайте мне Escalade. Давайте так вот. Типа я взял тачку Шерифа. Хотя Шерифы вряд ли ездят на Escalade. Escalade, но тем не менее. Короче, я типа взял тачку Шерифа и буду ее дорабатывать под себя. Это знаете, как берут, типа, вот эти полицейские тачки. Как они там, Crown Victoria, которые берут. И начинают их тюнить, там, красят полностью. Ну, типа там, в черный цвет диски меняют. Короче, классно делают. Классно делают. И сегодня мы то же самое сделаем с этим замечательным Cadillac. Так, я его хочу сейчас сначала затюним мы его. Так. Гараж. Ё-моё, да что ж ты делаешь-то, а? Ядрить тебя Форза. Блин, нифига он. Офигительный. Просто офигительный. Давай, заезжай. Сейчас мы его тюнинганем еще. Он, по идее, должен быть полноприводный. Сейчас посмотрим, какие есть вариации в нем. Так. Я хочу... Я хочу поменять тебя. Модификации. Вот, пользовательские модификации. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать с ним. Во-первых, по трансмиссии, я так понимаю, мы можем сделать его заднеприводным. Но я этого делать не хочу, потому что все-таки он изначально... Изначально сделан полноприводным, а скаунным и остается. Сейчас посмотрим, что по движку можно сделать. Серийный движок у нас такой. 6,2 V8, 8,4 V10 и 6,5 V12. Ну, конечно же, конечно же, V10. Конечно же, 8,4 литра. Конечно же, тут просто не может быть вариантов. Сегодня не будет какого-то прям изощренного такого тюнинга. Так. Твин-турбо или компрессор? Наверное, все-таки компрессор. Да, наверное, вот так вот. Компрессор это будет. С движком 8,2 литра. Сейчас посмотрим, что у него можно поставить по аэродинамике. Ну, конечно же, мы это дерьмо не будем ставить. Может быть, сзади что-то интересное. Ну, как вы считаете, ребят, вот это вот уместно вообще на данной машине? С учетом того, что никаких других дополнений визуальных нет. Вот насколько это уместно? Я не знаю, чем думают разработчики моделей для Forza, именно вот их тюнинга, доработок и так далее. Но это такой бред, ребят. Вот честно, такой просто бред. Так, хорошо. Забьем на них. И будем тюнить двигатель. Просто все, максимально выхлоп там, все дела, короче, надо ставить сюда. Тормозов здесь не будет. Как и в оригинале, тормоза очень, ну, как бы такие слабенькие, потому что масса машины большая. Очень большая, надо сказать. Я не знаю, но весит, наверное, под 3 тонны, может даже больше. Так, это добавляем, конечно же. Охлаждение абсолютно точно нам надо. И смотрите, мы еще остаемся в А-классе. Это офигенно, кстати. Так, устанавливаем. И сейчас мы идем просто тюнить колеса. А, нет, колеса-то не здесь. Подождите, подвеску сначала. Подвеску. Вот, не знаю, что делать, ее ниже поставить, выше. Наверное, я вот эту поставлю низкую. И для того, ну, то есть, и с колесами будет смотреться вообще круто. И ставим просто максимальные колеса. Вот максимальные, какие есть. Сейчас будем ставить. Так, как видите, колеса очень сильно дают. Очень сильно дают. Хотя, в принципе, 0.12 сцепление. Но я не знаю вообще, стоит оно того или нет. Ширину мы точно добавим сейчас. 325 колеса. Это офигеть просто. Так, сразу ставим, сразу ставим максимальный размер. Это 24. К сожалению, всего лишь 24. Потому что хотелось бы сюда еще больше колес. Просто огромные какие-то хотелось бы сюда поставить катки. Но, как видите, к сожалению, нет такой возможности. Но ладно. Будем исходить из того, что имеется. Так, цвет, естественно, мы их должны поменять. Возможно, вот первые варианты были, кстати, очень неплохие. Вот тут тоже есть что-то такое достойное. Но вот эти, может быть, поставить. Они выглядят действительно большими. Потом, что? Такие точно нет. Нет, 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 нет. Я не знаю, не знаю даже, какие поставить. В общем, с одной стороны, хочется сделать тачку типа вот на таких дисках, как у парней из черных кварталов. Наверное, да, смотрите, даб как раз. Давайте. Давайте ставить такие. И что еще нам надо? Что еще нам надо? В принципе, все. Она у нас осталась в А-классе. Осталось поменять ее цвет. Да, 77 тысяч плюс 100. Или сколько там? 90 она стоила? 100 я что-то даже не посмотрел, сколько она стоит. Короче, нормально. Все нормально. На эту машину мне не жалко денег, серьезно. Она прямо супер. Так, давайте найдем. А, хотя, что мы найдем-то? Он найдет же нам точно такие же, как были. Нет, никаких найдем. Мы сейчас покрасим ее сами. Так, ну-ка, давай. Сейчас обязательно диски сделаем, наверное, какие-то или хром, или золото. А тачку посмотрим сейчас, что. Может быть, какой-то мат это будет. Тонировочку сделаем. Так, фирменные цвета у нас. Красные даже есть, ничего себе. Черный и черные. Чем отличаются те черные, не совсем понятно. Особые цвета. Так, у нас тут есть маты. Маты, маты, маты. Карбоны есть. Ну, в карбон такую тачку затягивать вообще не вариант. В камуфляж тоже она достаточно странно смотрится, в камуфляже. Блин. Наверное, черный мат бы вот мне понравился здесь. Ну, я понимаю, что это слишком, ну, типа, избито, что ли. Черный мат для такой машины. Но явно это будет не дерево. Так. Можно такую стальную, типа, хромированную сделать. Предыдущие цвета. Обычные. Эй-эй-эй-эй, я хочу настройку цвета. Блин, нет, чувак. Вот этого цвета настрою. Да ё-моё, да что ж ты? Вот черная и настройка цвета. Так. Оттенка нам не надо. Нельзя никак сделать ее матовую. А-а-а-а, кажется, я знаю, как надо сделать матовую. Надо сделать Типа, особые цвета. Вот, видите, он матовый получается. И мы его цвет краски просто-напросто делаем черный. Вот, у нас получается черный матовый. Можно попробовать и другие, как бы, варианты. Посмотреть, как он будет выглядеть. Синий, зеленый. Блин, может зеленый сделать? Или еще какой-нибудь. Ну, желтый прикольно здесь смотрится. Такой вот зеленый какой-то. Ну, зеленый, кстати, прикольно действительно выглядит. Ну, я, наверное, все-таки склонюсь к черному. Черный или белый? Белый или черный? Черный или белый? Белый тоже здорово выглядит. Но, наверное, все-таки черный. Черный. Вот так вот выберем. Так, погнали теперь. Что нам нужно покрасить? Зеркала, что, отдельно красить у нас? Зеркала пускай будут такие. Теперь диски. Диски у нас должны быть так особых цветов. И ищем. Ищем, ищем. Золотой. Настоящий золотой. Или хром. Но хром они и так были типа хромовые. Так что, я думаю, золото сюда отлично зайдет. Такой, ну, цыганский, что ли, получится. Так. Фирменные цвета. Это прозрачные. Но мы выберем черный. Причем, если можно настроить его. Вот так вот. Короче. Окей. Окей. Сохранить. Так, да. Выбрать. Сохранить. Выбрать. Выбрать. Сохранить. И давайте. Погнали уже покатаемся на этом монстре. Так. Выбрать. Да, хорошо. Делись. Делись. Все. Поделился с ребятами. Такой замечательный. Сохрани для этой машины. И погнали уже кататься. Уже нету сил терпеть. Уже хочется прокатиться на этой штуковине. Она огромная. И посмотреть просто, как она едет. Я думаю, что она будет не супер, конечно, круто ехать. Но, тем не менее. Тем не менее. Она должна нормально. Нормально прямо вот вдавливать именно. Я думаю, сейчас мы даже накажем кого-нибудь. Понятно, что рулится она так себе. Ну, тут просто не может быть других вариантов. Это же огромный, огромный рамный внедорожник. Ребята, а что с цветом? Цвет не матовый. У меня был матовый, а этот не матовый. Ну, круто, блин. Здоровенная машина, как вы видите. Блин, блин, блин. Просто все отлетают сразу. Потому что машина действительно огонь. Именно огромная. Escalade. Platinum. Не очень нравится звук двигателя, если честно. Первый V8 был поинтереснее. А тут какой-то прям вот он гоночный стал. Давайте, давайте дрэк. Давайте пройдем дрэк. Тут написано дрэк. Значит, это гонки по прямой. Но хотя это форза, здесь может быть и по-другому как-то. Так, погнали. Форзочка, давай, давай, форзочка. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. По идее, он должен подгрузить примерно моего уровня соперников. А у меня-то в А-классе получается 799. То есть, как бы топчик моего класса. Ну, сейчас попробуем. Если это действительно будет дрэк. Если тут все будет нормально, как бы, то попробуем. Ну, это, походу, нифига не дрэк. Ну да, какой это нафиг дрэк, когда здесь повороты есть. Где вы в дрэге повороты видели? Ну, его огромный плюс, что он может легко расталкивать всех. Не знаю, как насчет заносов. Как вот его сейчас будет заносить в поворотах или не будет. Пока вроде неплохо идет. Пока прямая, так сказать, относительно прямая дорога, он едет неплохо. Боюсь им входить в крутые повороты, потому что кто его знает, как он себя реально поведет в них. Так. Ну, это никакой не дрэк, конечно, к сожалению. Хотелось бы реально такого прям дрэгового заезда. Просто 402 метра по прямой. Я бы тогда и тачки готовил, и настраивал их, и все было бы круто и интересно. Но это форза, ребят, поэтому здесь приходится вот так вот пока. Пока вот так вот приходится. Так, на хвосте кто-то есть. Иду в заносе в жестком. Просто жестко протаранил тачку, но при этом, смотрите, продолжаю дальше ехать вообще без напрягов. Ну, понимаете, да, масса тритона, она как бы решает. Просто можешь сбить и дальше ехать. Ну, вот не в данном случае только. Несколько улетел с трассы. Так, ну, попробую этих я сейчас нагнать. Почему-то я думал, что там будет железный отбойник, но, как видели, нифига он не железный был. Соответственно, его просто с легкостью я проломил и улетел. Вот и все. Так, ну, этих я вроде нагоняю. Но тут такое себе. Давай, давай. Блин, опять там повороты начинаются. Вот, чтобы понимали, вот просто что происходит с машиной. При том, что я притормозил. Да, конечно. Просрал гонку капитально. Причем просто занесло. Вот, вот, посмотрите, что происходит. Руль полностью вывернут. На тормозах как бы еду. И ни черта не получается. Да, обидно, конечно. Вроде шел вторым, третьим. И тут, на тебе, под конец просто все засрал. Ну, будем списывать, что это ночь. Что это огромный эскалейд, которого носят. И так далее, и тому подобное. Но вы сами понимаете, что как бы списывай, не списывай, а гонка все равно проиграна. Вот такой вот эскалейд замечательный. Понятное дело, что можно было бы уменьшить его вес. Можно было бы поставить резину, но он тогда выпрыгнул бы в другой класс. Соперники были бы еще быстрее, еще мощнее и так далее, и тому подобное. Так что, наверное, эта машина не совсем для этого. Вот по прямой, как вы видели, он едет отлично. В принципе, как и все американские тачки, по прямой они едут отлично. Вот. Повороты это, ну, как бы не его стихия. Не его стихия. Так, ну что, продолжаю. Я не хочу сейчас, как бы, задрачивать эту гонку для того, чтобы пройти. Я, наверное, лучше на другой машине сюда приеду и пройду ее. Тем не менее, он все равно заработал нормально денег. И опыта, кстати, тоже нормально заработал. Ну, можно попробовать перепроходить ее и, как бы, опыта наколотить, и денег наколотить и так далее. Но, опять-таки, на другой машине. Так, ночь, к сожалению, настала. Ночь, улица, фонарь. И эскалейд его свалил. Так, ну все, пацаны, давайте на этом будем заканчивать. Я вам там опыт нашел, тем более. Вы знаете, что делать. В ссылочках в описании есть ссылка на чат-бот. Обязательно заходите туда, задавайте им вопросы, получите на них ответы с большой вероятностью. Пока, может быть, там не все есть с ответа на интересующие вас вопросы. Но, чем больше вы будете писать различных вопросов, тем, соответственно, тем будет дополнений этот чат-бот. И, соответственно, я думал, что-то 5000 здесь. Соответственно, будет больше ответов на ваши вопросы. Ну все, ребятки, давайте, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте это видео и мой канал своим друзьям. И все, уже точно. Всем пока.